снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами поговорим на такую тему как армянский вопрос или как его любят озвучивать в армянской среде геноцид армян после поражения в 44 дневной войне эта тема стала главным нарративом армянского общества она как бы вновь стала становиться все более весомой почему ведь вроде бы наблюдаются я бы сказал движение на встречу друг другу со стороны и армии и турции зачем же портить данный деятельность вопрос интересный хотя ответ крайне простой для того чтобы удержаться у той самой бочки куда определенные силы вкладывают финансы армянам необходимо вновь показать себя нужными в начале им платили за развал советского союза через сепаратистские движения на территории сэр сейчас же необходимо использовать армян определенными опять таки силами для столкновения в частности россии турции с возможным видимо обещанным некими силами для армян создание но условный хотя бы бы автономии на территории турции в анатолии и армия не стараются армянские радикалы готова подставить вновь часть своего народа как проживающего в турции так и проживающего в россии в частности этим занимается небезызвестный тигран аватян он старается действовать в направлении ухудшения отношений между турции украины выступая в частности на украинских всевозможных ток-шоу но как вы понимаете для того чтобы столкнуть турцию и россию необходимо действовать с двух сторон со стороны россии тоже находятся свои тиграны-авакяны в лице багдасаровых затулиных и прочих то есть стравливают с двух сторон но причем же здесь геннад так называемый геноцид армян давайте с вами сейчас поговорим и перейдемте к данному вопросу а в отношении геноцида армян так называемого геноцида армян армяне используют этот нарратив для того чтобы выставить турок зверьми в частности говоря о том что если турки не признают данные я преступления то они практически разделяют вину с теми кто это совершил очень интересно а совершили ли это турки для армян а в общем то такой вопрос не ставится они точно уверены в том что в данных деяниях виноваты именно власти османской империи а затем младо турки ну что ж давайте с вами приступим к вопросу к армянскому вопросу тем более данная тема является отчасти продолжением видео которое я загрузил на свой запасной канал отвечая антитопору о геноциде азербайджанцев в 1918 тире двадцать втором году приступаем приступаем и переходим на канал тиграна овакяна в его раздел сообщества в котором он решил в одном из своих постов напомнить всем о событиях вода не так называемая армянской килики на территории турции интересно дорогие друзья потому что он ничего не указал о том что же предвосхищала данные события было истоком а истоком в начале ли было появление дашнаков и гончаковцев в 1890 году и в 1887 году соответственно то есть данные организации появились за 20-30 лет до событий 1909 года в адане почему это крайне важно убирая в сторону гончаковцев которые а в общем-то а действовали скажем так отдельно то вот дашнаки это другой вопрос дашнаки в свое время пошли на союзничество с молодо турками об этом в частности пишется в столь любимой армянами информационной системе как википедия давайте с вами прочтемте небольшой момент убрав в сторону всевозможные аспекты которые были до этого фрагмента в данной статье о дашнак цутюн на втором конгрессе турецких либералов париж 1907 году инициированным дашнак цутюн турки и армяне пришли к соглашению о свержении правления абдул хамида и создание современного государства но на этот раз без европейского вмешательства там же была принята декларация о восстановлении конституции и созыве парламента она призывала ко всеобщему восстановлению всех народов империи ради свержения режима абдул хамида то есть как вы поняли младо турки и дашнаки полностью сошлись тире объединились до придя к власти младо турки дали тире признали еще до недавнего времени запрещенную партию дашнаков как законную дашнаки даже стали иметь своих представителей в различных государственных структурах включая парламент почему это важно сейчас вы поймете а адана произошла события в 1909 году в 1908 году молодо турки признают дашнаков как законную партию так что же произошло почему тем не менее армяне обвиняют молодо турок в резне потому что партия дашнаков выступила против возникающего понятия осман османы это было объединяющее понятие не акцентирующее внимание на национальной принадлежности но это как американцы как россияне ведь американцы это и китайцы и японцы и русские и немцы имеющие гражданство соединенных штатов америки и проживающие в америке не так ли то же самое хотели сделать и младо турки тем более у пример америки уже был перед глазами армяне выступили против почему ну потому что армянская партия дашнаков изначально заявляла в своих трактатах о необходимости создания тире восстановление так называемой великой армении а а если смывается граница между всеми народами в османской империи и армянами то этот вопрос тоже поневоле отпал бы и дашнаки выступили против что вызвало конечно же раскол между молодо турками и дашнаками тем более что интересно данную скажем так политическое мировоззрение дашнаков не поддержали в большей степени даже не сами османы а курды которые также ассоциировали себя как хозяевам в данной территории анатолий сейчас если любой из вас откроет карту великого курдистана и великой армении вы можете спокойно убедиться что претензии на турецкие земли и у курдов и у армян одинаковы на те же самые земли поэтому курды не просто высказали свое недовольство в отношении того как армяне выступают против идентификации себя как османы а начали действовать что привело как раз таки к тем событиям о которых пишет в своем посте тигранов океан к событиям в адане очень невыгодный момент не так ли зря тигранов океан поднял данную тему ведь именно армяне спровоцировали то что произошло на территории так называемой армянской килики об этом в частности в свое время писал первый премьер-министр дашнакской армении аванеско чизнуни который уж точно знал наверное в разы больше чем тигранов океан поправьте меня если в чем-то ошибаюсь так как о ком же геноциде может идти речь можно говорить о действиях жестких действиях которые спровоцировали сами дашнаки подставив своих же скажем так армян прошу прощения о тех событиях нужно говорить очень многое но в каждом пункте который освещает армяне будет заложена ложь при этом ложь которая раскрывается даже в столь любимой армянами википедии многочисленные факты которые обрушивают армянскую ложь ведь вы давайте с вами сейчас просто задумайтесь когда партия дашнак цутюн соглашалась с тур с младотурками наверное на я не было скрыто от дашнаков что младотурки собирались создавать именно объединенное понятие османов не так ли и армяне вначале на это соглашались а затем уступили против потому что было видимо внесена некая копеечка со стороны опять таки определенных сил которые чуть позже также покупали армянских националистов для раскачки ситуации в советском союзе восьмидесятые годы прошлого века все крайне интересно дорогие друзья сейчас некоторые скажут а причем здесь 1915 год потому что раскол уже имел место быть армяне уже начали создавать воинственные бригады совершать покушение на первых лиц государства хотя первое покушение на первого на одно из первых лиц государства армяне совершили в частности покушаясь на абдулгамида второго это было в далеком я подчеркиваю в далеком 1905 году знаете что еще интересно покушение на абдулгамида совпало практически с первой резней которую армянские боевики устроили в азербайджане 1905-1906 год на территории азербайджана тоже интересный нюанс надеюсь я полностью ответил на аспекты связанные с так называемым геноцидом армян исходя тем более из армянских же практически источников википедии резня вода не смешно с последующим превращением в геноцид армян смешно тем более совершенное вовсе не турками а курдами смешно но знаете что чем я хотел бы закончить данное видео что ведь свидетелями данных событий была такая личность в кавычках личность как Горегин Жде будущий в общем то союзник Гитлера хотя бы исходя из его дружбы с генералом вермахта дроконаяном о каком там как я люблю часто задавать когда говорю о дроконаяне вопрос к россиянам о каком бендере вы после этого говорите генерал вермахта намного выше в иерархии не так ли НЖД знал многое но тихонечко молчал а сейчас уже ничего не сможет сказать скорее всего об этом тех нюансах был осведомлен хотя бы частично несмотря на свой молодой возраст в те годы я говорю про так называемого маршала Баграмяна который будучи Дашнаком когда Дашнаки терпели поражение быстренько стал коммунистом типичный трус который сделал все чтобы начало Великой Отечественной войны погрузило Советский Союз советский народ в уныние от многочисленных потерь связанных с Харьковским провалом 220 тысяч только официальное количество потерь среди вооруженных сил я не говорю про мирное население несмотря на это как я сказал на украинском телевидении армян стараются показывать как ключевых экспертов портят отношения с азербайджаном и Турцией может быть хватит дорогие украинцы может быть думать надо своим своей головой и помнить собственную историю как-то так дорогие друзья на этом я заканчиваю данное видео не забудьте поставить лайки либо дизлайки обязательно оставьте комментарии в котором выразите свое отношение к тому что вы услышали поделитесь ссылками в соц сетях пригласите друзей и знакомых да хочу что хотел бы вас попросить чтобы вы подписались на оба моих канала как на главный тот на котором вы сейчас находитесь так и на мой вспомогательный канал так как оба этих канала являются единым целым что же еще дорогие друзья хочу напомнить вам всем что по данным видео кроме тех ссылок которые мы с вами так или иначе рассматривали я оставлю необходимые данные для спонсорской поддержки работы обоих каналов на этом все дорогие друзья всем удачи всегда ваш Сиидов Кямран до свидания до свидания до свидания